здрасте сегодня что-то у меня мало ингредиентов здесь всего лишь а вкусно должно получиться потому что блюдо простое все ингредиенты есть у вас рядом с домом но и техника наша обычная русская очень смотрите что делаем жульен да все знают что жульен называется жульеном потому что это не блюдо жульен это техника нарезки овощей но и вообще любых продуктов конечно хлеб жульеном не режут но это относится больше грибам к луку там морковки и так далее то есть это некая соломка но не длинная соломка не тонкая а такая как вот как длинный тонкий брусочек вот так примерно в случае например с с луком то я уже не раз показывал что я разрезаю буквально там 3-4 миллиметра отступая от друг от дружки не дорезай до конца луковицы я вам сейчас покажу ну как по как получается в итоге какой должен быть жульен примерно и на это будем ориентироваться грибы у меня я буду использовать шампиньоны и вешенки шампиньоны уже нарезанные были вот такими пластинками но аппарат их режет я подумал что если я буду еще так почему бы не купить и да чё я буду целый значит жульен должен нужно отступить немножко от вот смотрите в идеале жульен это вот такие знаете вот такая соломка которая как бы как брусочки не очень длинная и не очень тонкая но и не толстая ни в коем случае получается что вот вот кто-то чуть чуть длиннее до режет жульен но в нашем случае же мы должны есть вот такой же ленчик и будем использовать есть чтобы удобно было если будет совсем длинный жульен есть тогда будет неудобно потому что во французской кухне бешамель существует уже просто 16 века бешамель это основа все соусы все равно из французской да 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 я всегда думал что это типа но франция какая-то просто деревенская какая-то фигня не может не были изолированы никогда то есть бешамель это же не жульен это наша простая советская история никакой деревни там не не идет речи я про то что это французской нет это наша совдеп в 54 года в книге о здорово вкусной здоровой пищи есть жульен классический есть сборник рецептур есть жульен там не называется бешамель там это все готовится как некая единая масса мука за вот эта зажарка мука молоко раз получилась густая масса потом это раскладывают добавлять чуть сыр раскладывают туда сверху поступать сыром и запекают для того чтобы сам бешамель грибной растаял а корочка запечаталась и вот эти маленькие эти вот кокотницы это кокотница называется у нас их называли жульенницы зачем а какого лешего не назвали французским названием никто не знает этого никто не знает почему наши советские повара назвали это жульеном ну я возможно не знаю мы от наших подписчиков дождемся у нас так много образованных в гастрономическом плане людей что непременно мы получим кучу разных моментов сковородочку раз половинку луковицы огромной половинку луковицы но вы можете взять одну небольшую луковицу или половину вот такой огромной я использовал в один рецепт сейчас 2 половинку в другой рецепт значит смотрите что делаем бросаем сюда я как всегда бросаю на сухую потом добавляем масло вы можете делать иначе если кусок лука завалился за печку не переживайте кусок лука маленький и лук имеет такое свойство он там гнить не будет не будет вонять на всю ивановскую он высохнет просто потом подметете его через пару дней шучу конечно достану потом через пару дней грибной жульен вот так примерно выглядит то есть это некие брусочки что средний межсолунка и брусочком вот это такое такая нарезка жульен все грибочки вот так нарезаю и можно прям вообще очень странно что я жульеном режу жульен он может быть и половинками и чем угодно у нас же все-таки в россии это блюдо не техника нарезки но раз уж я показал то соответственно так и буду нарезать что я делаю тут же отправляю все сковородку вместе с луком я делаю так треть шампиньонов треть вешенок и треть лука но по 33 процента примерно в таком сочетании чтобы был яркий грибной аромат но и чтобы соответственно вот этот луковый вкус нашей советской кухни он должен присутствовать в изобилии не надо об этом забивать забивать не надо на это забивать и не надо об этом забывать смотрите все грибы любые грибы дают влагу влагу дали нужно их жарить пока влага вся не уйдет и слегка обжарить у меня влага уже у меня влага уже почти вся ушла да и но ушла я немножко сюда сливочного масла всегда добавляю смотрите я сейчас не делаю гостовский жульен и делаю его для себя вкусным поэтому я сейчас рассказываю при всех тех же обстоятельства как сделать его чуть-чуть вкуснее сливочное масло маленький кусочек добавляем и вот уже вместе с маслом начинаем обжаривать когда воды нет цель такова просто жульен в жульеннице вы можете сделать сами никакого труда этого не составит я хочу показать вам вариант когда вы можете использовать жульен как завтрак или как закуску на стол случае если у вас нет жульенницы очень сложно будет объяснить какое количество муки всыпать в то или иное блюдо от количества муки от количества молока будет зависеть густота всей вот этой субстанции хотите погуще значит добавляйте чуть больше муки меньше молока хотите пожиже меньше муки больше молока но учтите что как только вы добавили сюда муку и уже слегка посернули и добавили молока и оказалось что она слишком жидкая уже муку сюда вы второй раз не добавите в жидкость муку добавлять нельзя мне нужно будет эту штуку притулить вот сюда на бутерброд да вот сюда поэтому я добавляю прям ложку с горой спокойно перемешиваем муку с грибами вот так вот только надо сделать чуть меньше огонек о шикарно куда пошли выскакивает из сковородки перчик обязательно и по желанию мускатный орех но потому что бешамель же с мускатным орехом и поэтому когда в грибную эту заправку добавляешь мускатный орех она как раз вот такая бешамельная становится но суть одна и та же смотрите что делаем дальше немножко сметаны немного сметаны одна столовая ложка для легкой кислинки перегревается сковородка стальная жара огонь теперь молоко молоко обычное любое самое что ни на есть и начинаем все перемешивать все нам надо получить кремовое состояние нашего грибного соуса как бы тянется язык сказать жульена но это же не совсем так да это же два понятия совместили и получилось одно советское блюдо все как только даже вот я не без огня сейчас делаю чтобы ничего нигде не подгорало и не прилипала завариваем от горячей сковородки муку на молоке без огня всегда регулируйте температуру я об этом получается смотрите видите густая какая масса всегда можно добавить молока и сделать ее более жидкой если молока много добавили значит просто на всего просто-напросто увариваем теперь сыр это самое главное в общем я бы сказал в нашем шикарном блюде простейшим но шикарно сыр должен быть обязательно вкусный это главное правило вот этого всего кто-то добавляет сыр только на корочку я буду сыр добавлять немножко в саму субстанцию и потом уже сверху да у меня финский брест литовск нарезанный вот такими брусочками аккуратно чтобы ничего не поломать нужно оттуда его достать и соответственно смотрите он полежал немножко стал мягенький здесь 45 процентов жирности но сыр при всем при этом нужно выбирать такое чтобы у него был легкий нежный сырный аромат если он будет вонючий это не характерно то здесь в жульене запах должен оставаться грибной но он не должен быть сырный понимаете поэтому берем самую нежнятину с точки зрения ароматики сливочный вкусный мне нужно две пластинки надо какой-нибудь приобрести нитку для нарезки сыра о получилось терку и сюда добавляем внутрь небольшое количество сыра небольшое заклинаю вас иначе задеревенеет у вас вся эта субстанция этого не должно происходить сыр должен быть украшением этого блюда они его так сказать приговором вот смотрите буквально вот пол горсточки сыра сюда добавляем лопаткой перемешиваем сыр моментально расплавляется объединяем все субстанции вместе мука чем хороша она не дает отсекаться ничему сюда можно даже и масло еще полкило закинуть мука все будет держать но мы так делать не будем соль есть хлеб не обжариваю хлеб не обжариваю потому что я взял черствый хлеб видите такой плотный ибо здесь жидкость есть чтобы у нас свежий хлеб моментально впитывается он весь раскисать чтобы так не было так куда выскакиваешь если вы будете делать из остатков например ну сделайте заготовку большую из остатков решите потом в кокотнице в какие-нибудь или в стаканчике чего-то напихать и сделать такой жульенчик посыпать сверху сырком разбавьте просто-напросто молоком и разогрейте все будет пожиже у вас у всех в жизни столовые были разные у всех жульены делали в жизни чуть-чуть по-разному ведь он всегда вы наверняка скажете всегда видели жульен светлого цвета ну конечно здесь мы давали карамелизацию обжаривали чтобы вкус был яркий и насыщенный поэтому он у нас не такой белый оп и здесь оп отправляем в духовочку в духовке ставлю максимальную температуру и верхний нагрев верхний тен такой вертел и гриль гриль верхний до сильный жар нам нужно чтобы сыр слегка расплавился три-четыре минуты не знаю тут же главное долго не держать их почему сыр уже расплавился раз хлеб будет сохнуть если вы его будете долго держать в духовке а в духовке температура все равно медленно набирается то есть здесь мы только всего лишь навсего нагрели сыр а теперь волшебный гаджет мы поджариваем сыр уже горелкой и уже на бутерброде ну что иначе в духовке такого вы не добьетесь видите как он пузырится здесь очень высокая температура у горелки понимаете он поэтому жарится а не плавится он расплавился на низкой температуре в духовке чуть-чуть потек здесь уже вот эта корочка нужна жареного сыра у кого нет еще горелочки покупайте ребят потому что без нее вот кто уже купил говорит как мы раньше жили без нее ничего не понимаю теперь для какой-нибудь красоты ну украсить чем-то охота сейчас в москве сезон инжира можно чем угодно травками муравками там еще чем-то вот все правый левый левый правый красный синий красный как помните нео в фильме матрица красный или синий синий или красный о да жулиен немножко не так представляли мы совместно с Брест-Литовск делаем блок ценителей сыра если вы являетесь таковым ценителем сыра переходите по ссылочке в описании там кстати мои рецепт тоже есть но не такие другие мы же должны разные все рецепты делать вкусные да ребята это шикарно сыр нереально нежный и сливочный нету отдушки такой сырной я обожаю такие ну а как грибочки самое главное все очень просто это я вас там заморочил долго рассказывал как это все потому что о нюансах речь идет вы это дома приготовите это в 3 секунды ну хорошо не в 3 в 5 и о том что вкусные простые ну и в то же время стильные блюда если вы что-то туда добавляете такое получится у вас дома без всякого труда вы же видите как я делаю я же не семь пядей во лбу я же не супермен и так далее делаю все так же как и вы и вы берите с меня пример делайте вкусную еду пока дорогие друзья приятного аппетита вам также с